Приветствую вас, друзья! На канале есть вопрос. И сегодня у нас интересное открывание, анбоксинг, как называется. Это набор LEGO Education Express юный программист. Для чего, спросите вы меня, для чего еще один набор от компании LEGO Education? На самом деле, те, кто занимается этой продукцией, в принципе, знают, что для начальной школы в основном мы используем наборы LEGO VEDU 2.0 для изучения основного технологии и программирования. Для чего же этот набор нужен и, собственно, почему он появился на нашем обзоре, на нашем канале? Смотрите линейку образовательных конструкторов для изучения технического творчества от LEGO Education. Это STEM Park. Дальше у нас шел набор первой механизмы. Далее у нас идет конструктор, который называется LEGO VEDU 2.0. И, собственно, в основной школе мы встречали с вами набор, который называется его третьим. А между ними ничего не было. Я имею ввиду между набором STEM Park и набором VEDU. В чем проблема? В том, что есть такой важный блок для детей, как алгоритмизация. И в VEDU он слабо был описан. Поэтому рынок подсказал, что есть необходимость выпустить вот такой набор, который начнет готовить детей младшего дошкольного возраста. А здесь с этим набором могут заниматься дети от двух лет. К тому, что в будущем им предстоит программировать. Но только в программировании дело. Этот набор еще классно развивает математические навыки, логические задачи с ним можно решать. То есть общее представление, коммуникационные навыки, потому что дети работают в командах. Набор сам по себе достаточно большой, поэтому с ним могут заниматься от двух до шести детей. Давайте распакуем его и посмотрим поближе, что же находится внутри, чтобы не получилось, что купили то, не знаем что. Итак, друзья, не будем с вами откладывать. И давайте распакуем этот набор, посмотрим, что находится внутри, чтобы понимать, за что мы можем заплатить те деньги, которые нам выделило, допустим, наши руководства. Итак, внутри находится, вы видите, что бокс бумажный. Опять же, это связано с тем, что LEGO заботится об экологии. И если вам нужны пластиковые, то коробки, то за них вы должны заплатить дополнительные деньги. Ну и на себестоимости тоже сказывается всегда дешевле то, что картонник. Сейчас будет шумно. И, собственно, мы с вами, смотрите, что получили. А получили мы с вами вору всякого интересного. Кто не знал, в LEGO коробке можно закрывать вот таким вот образом. Не надо использовать скотч. Так, что же у нас здесь находятся, во-первых, персонажи, элементы для постройки дороги, ведь это у нас экспресс-юный программист. Соответственно, мы должны будем построить локомотив, а локомотив в этих пакетах я самого не вижу. Давайте откроем еще одну коробку. Посмотрим, что находится там. Воспользуемся инструментом. Так, друзья, на столе не осталось места от того количества деталей, которые находятся внутри. Давайте посмотрим о том, что нам самое важное с вами. Это о методических рекомендациях, инструкциях и бумажках, которые мы с вами все любим. Смотрите, они так загнуты. То есть, это не то, что я открывал, это они вот так хранятся в коробке. Поэтому имейте в виду, что может быть такое. Будьте к этому готовы. Но ничего, выровняли, заламинировали, как вы это любите делать. У нас есть с вами карточки. Причем эти карточки, насколько я знаю, они есть в открытом доступе. Если вы ее потеряете, сможете распечатать. Но это не точно. Надо посмотреть на сайте LEGO Education. Дальше у нас есть идеи, как быстро начать заниматься. У нас с вами есть быстрая инструкция вот такая. Здесь активные кубики. Как включить сам локомотив. Инструкция, инструкция, инструкция. Одни вы не останетесь. Ну и, собственно, примеры построек дорог. Вот нам с вами представляется, чтобы мы сами опять же в первое время не догадывались, что тут необходимо сделать. Все. Для того, чтобы после сборки этого набора мы получили максимальное удовольствие и начали заниматься, нам понадобится планшет. Без него вообще никуда. Приложение вы установите в зависимости от производителя операционной системы. Если это IOS, значит, устанавливаем из App Store, иначе из Google Play. Пишем просто LEGO Education и смотрим, где там находится юный программист. По картинке сориентируйтесь. Вы взрослые. Давайте сейчас через минуту мы соберем здесь что-нибудь на столе и попробуем запустить. Итак, друзья, конструкция собрана. Напоминаю, для того, чтобы наш экспресс-юный программист поехал, начал совершать движение, необходимо поставить батарейки. Батарейки вам будут необходимы четыре штуки, а три А. То есть это которые мизинчики в простонародье называются. А вот такая веселая конструкция. Вы видите, у нас есть перекрестки, шлагбаумы. То есть все, что любят дети. Дети вообще любят дороги. Особенно те, у которых есть устройство, которое перемещается самостоятельно. Много раз я произнес слово «коток». Также для функционирования понадобится планшет. Любой планшет Google или Android. То, что я говорил ранее. Устанавливаем приложение и, собственно, что мы будем с вами видеть. Сейчас я включу запись экрана, чтобы мы с вами оставались, видели одно и то же. Загружаем приложение. Запускаем. Оно называется «Экспресс. Юный программист». Далее. Подключаем наш «Экспресс» к планшету. То есть достаточно включить и, собственно, в приложение нажать соответствующую клавишу. Все. Наш подключен. И у нас выбор теперь с вами. Чем мы будем заниматься? Давайте выберем первую программу. Посмотрим, что же будет тут изображено. Итак, у нас с вами интерфейс с четырьмя кнопками. Звуковой сигнал. Далее стрелки вперед. Назад. И кнопка «Остановить». Собственно, все, что мы можем делать. Давайте попробуем подвигаться по трассе нашей. Нажимаем вперед. Видите, «Экспресс» едет и останавливается. Дальше мы можем переключить перекресток, но это не поможет. Потому что нужно, чтобы он двигался прямо. Вот теперь мы изменим направление движения. Дальше. Смотрите. Все было бы здорово, если бы не одно «но». В чем тут смысл, спросите вы? Просто управлять паровозом с помощью планшета можно тогда что-то купить и подешевле. Нет. Помните, что наша главная задача – это изучение алгоритмизации и программирования в раннем возрасте. Соответственно, нам нужны некие помощники. В роли помощников у нас выступают вот такие активные плитки пяти цветов. Желтая плитка, зеленая, красная, синяя и белая. Итак, давайте разбираться. Во-первых, эти плитки мы можем установить в прорези, которые находятся на рельсах. Что это будет значить? Это значит, что в нашем локомотиве есть датчик цвета, который реагирует на цвет плиты. Итак, давайте с вами разберемся, какой цвет соответствует какому действию. Белая плитка – это включить и выключить цвет. Красная – это остановиться. Синяя плитка – это заправиться. Куда же мы без заправки с вами? Желтая – это подать звуковой сигнал. И зеленая – это изменить направление движения. Давайте с зеленой начнем. Она у меня в руках. Допустим, я ее устанавливаю вот здесь. Что я ожидаю? Сейчас я запущу наш поезд задним ходом. Он должен доехать до отбойника, считать зеленую плитку, если это получится, и изменить направление движения. А я в это время переключу стрелку. Итак, друзья, давайте займемся практикой и посмотрим, как, собственно, ведет себя поезд, считывая различные плитки. По порядку у нас желтая. Помним, что желтый – это звуковой сигнал. Устанавливаем. Напомним, что динамика у нас не встроена. В экспресс. Динамик у нас встроен в наш планшет. Поэтому звук будет из него. Отправляем вперед. Считал. Все отлично. Давайте заменим плитку. Была желтая. Установим зеленую. Посмотрим, что произойдет сейчас. Нажимаем движение назад. И, собственно, наш экспресс изменил направление движения. Отлично. Итак, друзья, давайте посмотрим, что значит красная плитка. Нажимаем вперед. И после ее считывания у нас экспресс останавливается. Все. То есть, остановился, чтобы он не снес наш отбойник. Отлично. Соответственно, что мы можем делать? Чередуя плитки и давая различные занятия, задания, дети понимают, что программа состоит из различных блоков. Именно эти блоки, это и есть наши плитки. В будущем они эти программы будут интерпретировать уже командой для роботов. А сейчас они занимаются тем, что управляют, собственно, нашим экспрессом с помощью вот таких активных плиточек. А не забывайте, что в вашем наборе, когда вы приобретаете, будет находиться 8 занятий уже расписанных. Поэтому вам не нужно ничего придумывать самостоятельно. Также у вас будет карточка с идеями, как быстро начать. Это большой плюс. 8 видеороликов LEGO Education тоже приготовила. А почему LEGO это здорово и легко? Потому что то количество и понятность материалов, которые предоставляет эта компания, не предоставляет больше никто. Когда вы покупаете этот набор, кажется, да, он достаточно дорог. Но, во-первых, эти вещи не ломаются. Во-вторых, качество вы знаете, что в LEGO самое высокое. Ну, и в-третьих, это те методики, которые вам дают. Они соответствуют тому возрасту, который вы видите на коробке. А здесь это 2-5 лет. И от двух до шести детей легко могут заниматься. Соответственно, маленькая подгруппа занимается азами программирования с двух лет. Это ли не чудо? Это очень интересный набор с точки зрения подготовки детей к их будущему. В будущем у нас, так или иначе, мы будем сталкиваться и с программированием, и с управлением различными сложными устройствами. А здесь детям в понятной форме с двух лет начинают объяснять, что большие программы состоят из маленьких двух. Это здорово и классно, что именно этот набор вошел в линейку LEGO. Потому что раньше мы были вынуждены перед робототехникой искать некие дополнительные инструменты, чтобы рассказать детям об алгоритмизации. А здесь на тех же любимых кубиках, на тех же кубиках с шипами дети продолжают обучение и, собственно, им проще будет прогрессировать. Набор хороший, большой. Мне очень понравился. Пишите комментарии, как вы думаете, сможет ли он быть полезен именно для вашего образовательного учреждения. Если вы приобрели его домой, напишите опыт использования, какие вопросы у вас возникают в ходе использования. Мы оставим ссылочки на этот набор для его приобретения в комментариях к этому видеоролику. Также дополнительный материал вы сможете там же скачать. Поэтому не забывайте заглядывать. Те, кто ставит лайки, большие молодцы. Спасибо огромное за обратную связь. Пишите комментарии и не забывайте нажимать колокольчик. Ведь нажимая колокольчик, вы остаетесь в курсе последних событий. С вами был Александр, канал Есть Вопрос. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok